Вручение дипломов о присуждении ученых степеней в Музее Истории Казанского Университета. Ассоциационная комиссия по гуманитарному и по естественно-научному направлению, которая очень строго отбирает эти диссертации, оценивает их. Чем питаются студенты КФУ и устраивает ли их ценовая политика столовой института физики? Я думаю, это повлияет на то, что качество обслуживания будет улучшено. Как прошел интеллектуальный развлекательный квиз для студентов Казанского Университета? Мы постарались охватить все области, то есть это и лингвистика, как, например, составление слов, это и ребусы, и угадать книгу, то есть литературную. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Мария Журавлева. В Казанском Университете состоялось совещание с представителями компании Кейс Системс, посвященное автоматизации процесса закупки товаров и услуг, а также их дальнейшего учета. В Музее истории Казанского Университета состоялось вручение дипломов о присуждении ученых степеней, кандидатов и доктора наук. В церемонии принял участие проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. Все подробности далее. В Казанском Университете были созданы собственные диссертационные советы, которые сейчас очень хорошо развиваются, и сегодня удалось увидеть их плоды. Среди 12 специалистов, получивших дипломы, есть преподаватели, учителя, инженеры, научные сотрудники из различных организаций Казани и Москвы. Данис Нургалиев рассказал о том, как проходит отбор кандидатов. Есть диссертационная комиссия по гуманитарному и естественно научному направлению, которая очень строго отбирает вот эти вот диссертации, оценивает их. И потом уже мы на Большом ученом совете университета, открытым голосованием обсуждаем, утверждаем все эти диссертационные работы. На награждение приехала из Москвы и Наталья Мурашева, которая окончила аспирантуру в Казанском университете. Ее работа была посвящена пословицам и поговоркам. Я вообще в Казани была первый раз, помню, в 11 классе на конференции. Вот чувствовала душой, что я сюда попаду. И так получилось, что научный руководитель посоветовал сюда, и я попала. Инженер научно-образовательного центра педагогических исследований КФУ Надежды Сайфулина 9 лет училась в Казанском университете. Сейчас стала кандидатом педагогических наук. Ее защита прошла досрочно. За это она благодарна КФУ. Все аспиранты учатся 3, кто-то 4 года. Но как только научная работа начинает соответствовать всем требованиям, а по нашей работе был дополнительный беденгрант Российского фонда фундаментальных исследований, то диссертационный совет принимает решение выводить на защиту аспиранта, чья работа уже готова отвечать всем требованиям ВАКа. Энджи Минибаева, Ленартов Литьяров, Универньюз. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского университета состоялся семинар, посвященный антикоррупции. Смотрим. Коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой развития общества. Для противодействия этому явлению в высших учебных заведениях ведется работа в виде антикоррупционного образования обучающихся, в том числе через деятельность студенческих антикоррупционных комиссий. На сегодняшний день улучшено 17 просторов, с общим органом более 3000 человек и просмотров. Кроме того, были проведены интерактивные российские встречи, честный катаростан и различные другие предприятия. Еще одной частью организации системы антикоррупционного образования в Грузии является изменение роли обучающихся, а именно из пассивного субъекта он должен стать субъектом активным. Целью обсуждения было повышение эффективности меры по профилактике коррупции. Семинар совещания прошел с участием проректоров пузов, курирующих профилактику коррупции, а также руководителей студенческих антикоррупционных комиссий. Елизавета Никитина, Фаридзахи Тадлы, Универтньюс. Профсоюз Казанского университета решил узнать, чем питаются студенты и устраивает ли их ценовая политика столового института физики. Опуская громкие сцены на камеру, ревизия в столовой проходила как в одноименной телепередаче. Студенты разделились на четыре группы. Первая сверила массу продуктов, их состав, наличие блюд по ассортименту, указанному в меню. Вторая проинспектировала горячий цех и условия хранения продуктов. Третья оценила состояние столов, столовых приборов и помещения, организацию очереди. А четвертая провела опрос о качестве обслуживания. Начали мы именно со столовой, которая находится на физпаке, потому что она самая большая здесь, большое количество студентов осуществляет свое питание. Мы выбрали определенный день, выбрали большой перерыв, чтобы с 13.20 до 14.00, чтобы охватить как можно больше людей, посмотреть, как именно студенты нашего университета обеспечены горячим питанием и как, соответственно, этот процесс организован. Сегодня вы могли видеть, что действительно все, что мы попросили, было предоставлено. Были предоставлены все блюда. Мы смогли все взвесить. То есть вот сейчас идет процесс обсуждения как раз вопросов, которые возникли у наших студентов. И вот в процессе, я думаю, это повлияет на то, что качество обслуживания будет улучшено. Подобные осмотры точек общественного питания проходят ежегодно. По результатам проверки профсоюза администрация заведения получит обратную связь от потребителя и устранит недочеты. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета прошел квиз для студентов. Все подробности далее. В этом году участие в квизе смогли принять студенты из разных подразделений вуза. В связи с двумя крупными событиями. Наступлением года науки и технологий и десятилетием работы института. Мы постарались охватить все области, то есть это и лингвистика, как, например, составление слов, это и ребусы, и угадать книгу, то есть литературную, и угадать фильм по отрывку какого-то видео. То есть мы пытались охватить все, чтобы как раз-таки представители разных институтов могли найти что-то, что им будет интересно и что-то, в чем они разбираются. Для победителей и призеров в игре предусмотрены сертификаты на бесплатные игры, а также скидки и многое другое. Подобные мероприятия проводятся дважды в год. Те, кто хочет развивать логику и эрудицию, могут следить за актуальной информацией в официальной группе института ВКонтакте. Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Во втором главном корпусе Казанского университета открылась выставка «Университет. Космос. Вселенная», посвященная 60-летию первого полета человека в космос. В Казанском университете астрономические исследования начинаются с момента его основания. Поэтому смело можно сказать, что вклад нашего университета в изучение космоса и Вселенной достаточно большой. В открытии выставки приняли участие заслушанные испытатели-создатели космической техники «Урал-Закиров», проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и директор Музея истории Казанского университета Светлана Фролова. Здесь, на этой выставке, можно познакомиться с информацией по истории Загородной астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. В этом году, в сентябре, исполнится 120 лет с момента ее открытия. Поэтому один из разделов выставки посвящен этой обсерватории и также директорам. Один из важнейших разделов выставки посвящен космонавтам, посетившим Казанский университет. Также есть специальный раздел выставки для абитуриентов КФУ, которые хотят постигать тайны космоса и Вселенной. Здесь рассказывается о направлениях Института физики, где можно получить знания по изучению космоса. «Урал-Закиров» в свою очередь рассказал про свою историю, связанную с космосом. Его работа была связана с изучением трудов Циолковского, Штернфельда и Тихонравова, которые являются патриархом отечественной космонавтики. После изучения ФАУ-2, первой в мире баллистической ракеты дальнего действия, команда инженера вместе с «Уралом-Закировым» решила, что можно сделать более мощные двигатели и более мощную ракету. Тогда и был создан этот знаменитый союз, который непрерывно возит космонавтов, и ни разу не было, чтобы союз отказал в работе. Данная выставка подготовлена сотрудниками Музея истории Казанского университета, Астрономической обсерватории имени Ингельгарда, Научной библиотеки имени Лобачевского, Института физики. По словам Светланы Фроловой, выставка продлится до августа этого года. Энджеми Небаева, Ленар Тавлитьяров, Универтньюз. В Казанском архитектурно-строительном университете прошел очередной тур студенческой волейбольной лиги. Подробности в сюжете. 12 апреля в зале встретились команды казанских университетов – федерального и архитектурно-строительного. Женская команда федерального университета одержала победу со счетом 3-0 и вышла в полуфинал. По первой партии можно было сказать, что было много мелких, глупых, невероятных ошибок. Потом мы сыгрались, поняли, что надо делать, как забивать мячи, куда скидывать, как обыгрывать. И очень хорошо сегодня справились с приемом. 19 числа, в следующий понедельник, кстати, приходите, в 18.30 в нашем спортзале Бунигсис Павловской академии за выход в финал. В состязании мужских команд со счетом 3-0 победила команда архитектурно-строительного университета. По словам тренера команды федерального университета, при подготовке игроки недооценили противника. Поэтому стратегия следующей игры будет изменена. Мы проиграли первую партию, вторая-третья партия нам не хватило уверенности, что ли, не могу сказать. Просто, грубо говоря, поплыли и не смогли реабилитироваться. После турнира команды намерены уделять больше времени тренировкам и изучению стиля игры противника. Ариадна Кугушева, Ленардо Влесьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok